Всем привет! Вы на канале Bookhouse, меня зовут Костя, и сегодня я хочу поделиться с вами, ну, возможно, некоторыми секретами, или просто расскажу о том, как я предпочитаю выбирать книги, в каком переплёте, какие жанры я люблю больше всего, ну и, конечно, где я покупаю книги. Поехали! Итак, первый раздел — это, конечно, вопрос, как выбрать подходящую книгу. И, возможно, если вы не яркий читатель, да, если вы только начинаете свой читательский путь, то наверняка вы уже с этой проблемой сталкивались неоднократно. И я готов поделиться с вами способами, как можно подобрать всё-таки книгу по душе. Во-первых, выбрать подходящую книгу вы можете не самостоятельно. О чём я говорю? О том, что существует много книжных блогеров на просторах Инстаграма, ТикТока и тому подобное. Это люди, да, которые рассказывают о том, что они прочитали, делятся отзывами. Ну, в общем-то, я этим как раз-таки и занимаюсь. Вот. Если вы подписаны на таких людей, вы следите за тем, что они выкладывают, что они читают, какими они эмоциями делятся от прочтения той или иной книги, то наверняка вам понравится какая-то книга, и вы с радостью её приобретёте. Также, если вы следите на большой протяжённости времени за каким-то блогером, то наверняка вы уже отсеете тех, чьи вкусы вам не интересны, либо же просто по рассказу, либо вы что-то купите по рекомендации, и вам это не зайдёт. Окей, такое тоже может быть, но со временем, да, у вас останутся только те люди, которые читают то, что интересно вам, и, соответственно, вы на их рекомендацию можете опираться. Если же вы не хотите пользоваться помощью блогера, то вы можете выбрать книгу самостоятельно. Например, вы можете зайти на сервис, допустим, LiveLeap, да, или где-то в интернете какие-то подборки найти, и там есть, да, книги, которые, ну, сообщество, да, там, или разработчики приложения считают достойными для прочтения, скажем так, да, там выстраивается некий рейтинг, и плюс постепенно, когда вы там добавляете книги, вы можете сразу выбрать например, те книги, которые вам понравились, проставить им оценки, и система автоматически подберёт похожие книги, которые могут вам понравиться. Какие ещё есть варианты? Ну, есть варианты, например, знакомиться с книгами по авторам, да, вы можете просто прочитать биографию какого-то автора, которого где-то когда-то слышали, или просто где-то в интернете нашли, и вас там что-то зацепит. Тогда, ну, я думаю, вы уже побежали за книгой в магазин. И, кстати, мы постепенно с вами пришли к следующему варианту, это поход в книжный магазин, ведь нередко мы выбираем книгу по визуалу, да, нам понравилась обложка, и этого достаточно, да и у меня тоже так бывает. Кстати, вот книга Ричарда Руссо, Empire Falls, хоть я и знаком с первой книгой, его «Шансы есть», которую я читал, вот, но именно вот это меня привлекло больше по обложке. Я также читал и отзывы на эту книгу, она вроде бы довольно сильная, но всё-таки мне понравилась очень эта обложка, просто посмотрите, какая она красивая. Возможный вариант выбора книги, ещё один, это консультация в книжном магазине, правда, я так честно скажу, никогда не делал, но, насколько я знаю, консультанты в книжных магазинах, вообще-то они сами очень много читают, да, потому что к ним могут обратиться за советом, и тогда нужно будет что-то предложить, поэтому такой вариант тоже есть. Следующий вопрос. В каком переплёте читать книгу? Или же вообще слушать, или читать в электронном виде? Давайте разбираться. Конечно, я предпочитаю, скажу без скромности, только твёрдый переплёт, ну, потому что всё-таки она приятно держится в руке, если это объёмное произведение, то обложка там не мнётся, не портится, ничего с ней такого не происходит, и, конечно, она прослужит долго. Но здесь сразу возникает денежная проблема, потому что книги в твёрдом переплёте, ну, как правило, ну, в два раза где-то дороже. Хотя, если сравнивать некоторые серии книг, ну, например, у эксклюзивной классики есть книги, которые у них в мягком переплёте дороже, чем, допустим, «Яркие страницы от Эксмо». Это очень странно, хотя «Яркие страницы от Эксмо» реально дешёвая серия, там книги, ну, до 400 рублей, и они на белой бумаге, там плотная хорошая бумага, там красивая, просто очень эстетичная обложка, которая классно смотрится на полке. Ну, ладно, у меня я хотел посмотреть, здесь у меня не оказалось таких книг. Ну, в принципе, я планирую в ближайшее время тоже снять вам подборку по сериям книг. Кстати, напишите, какую серию вам было бы интересно посмотреть. Итак, я выбираю твёрдый переплёт, конечно же, но в мягком переплёте книги до, там, ну, окей, до 400 страниц я могу прочитать, потому что их читать не так тяжело, но если больше 400 страниц книга в мягком переплёте, то, конечно, это очень сложно. Особенно, ну, вот я читал «Крёстного отца» Марио Пьюза, ну, очень трудно. Там тонкая бумага, ну и плюс, конечно, вот такой объём книги большой, это очень сложно даётся. И по итогам прочтения, конечно, такая книга, а точнее корешок такой книги, он постоянно мнётся, и к концу чтения там уже не очень-то хорошая картина. Относительно аудиокниг и электронных книг у меня чёткая позиция. Электронные книги я вообще в принципе не воспринимаю. Я могу почитать в электронном виде только что-то в оригинале на английском языке, так как я увлекаюсь изучением английского языка, и купить книгу в оригинале очень трудно на английском языке. Ну, или они будут вот в таком учебном издании, мне такое не нравится. Поэтому здесь для меня проблема как раз решается с помощью электронных книг. В свободном доступе очень много книг на английском языке, в том числе, допустим, Стивен Кинг, которые можно скачать и прочитать. Аудиокниги — это не моё, хотя сам я озвучиваю аудиокниги. И я прибегаю к прослушиванию аудиокниги только в том случае, если мне хочется побыстрее закончить книгу. И, например, в дороге я могу себе параллельно включить ещё аудиокнигу. То есть в дороге я не могу ехать с книгой в руках за рулём, а послушать аудиокнигу в принципе я могу. Меня это никак не отвлекает. И это вполне себе сносно. Плюс обычно там можно увеличить скорость, сделать громкость где-то до 1.75 ускорения, так скажем. Где я покупаю книги? Традиционный способ покупки — это, конечно, озон. Ну, потому что он находится просто в шаговой доступности от дома. Да и цены там всегда были нормальные. Хотя вот был момент с какой-то странной акцией, когда там все понакупали книг. Был очень странный момент с акцией на озоне, когда много людей скупило огромное количество книг. И эти книги им не доставили, а просто вернули деньги. Это, конечно, сильно подпортило для меня репутацию озона. Но, кстати говоря, с того момента я крупных покупок на озоне не делал. То есть раньше я мог там 10 книг за раз заказать. Сейчас это, как правило, просто единичные какие-то покупки. Ну и это вообще связано с тем, что у меня много непрочитанных книг. Наверное, уже 30 точно есть непрочитанных. И, конечно, надо как-то разгребать эту полку с непрочитанным. Также я несколько раз заказывал на Вайлдберрисе. В принципе, тоже удобно. Там, кстати, дополнительная упаковка на книгах. Это довольно-таки хороший бонус, что обложка не поцарапается. Ну и также есть классный магазин Book24. Там в чем плюс? Плюс там в том, что на большинство книг там реально самые низкие цены. Ну, особенно на эксклюзивную классику. Если, например, на том же озоне там цена от 200 до 300 рублей варьируется, то на MyBook эксклюзивная классика почти вся до 200 рублей. Единственный минус Book24 это доставка. Там обычно срок чуть больше, чем того же озона. То есть, озон ты заказал на следующий день, как правило, тебе уже привезли. На Book24 книгу могут там, ну, 3-4 дня, допустим, доставлять. Но я не считаю это проблемой, потому что мы сильно выигрываем здесь в цене. Если вы знаете еще какие-то площадки, где можно купить книги дешевле, то пишите в комментариях. А, и кстати, да, я забыл сказать, еще распространенный способ покупки, я так еще не делал, но много людей покупают книги на Авито, потому что есть люди, которые читают книгу новую один раз и сразу же ее продают, чтобы она не стояла на полках, ну, или вообще эти люди просто не держат полок. Такие случаи тоже есть. И это, кстати, отличный вариант приобрести какую-то классную книгу, ну, немного подешевле. Какие у меня любимые жанры? Наверное, мы подошли к самому интересному, если, конечно, не считать любимых авторов, но это позже. Итак, какие жанры я предпочитаю читать? Ну, самый первый вариант, это, конечно, классика, да, классическая литература. По большей части это, конечно, зарубежная классическая литература 19-20 века. Не знаю, в этих книгах меня очень влечет сама атмосфера. Мне нравится изучать, ну, или даже познавать мировоззрение людей в других странах, да, потому что автор каждый по-своему видит, что происходит в его стране, и он своим творчеством пытается это все донести на бумаге до читателя. И нередко бывает так, что, допустим, люди из другой страны, которые читают книгу, ну, допустим, да, я читаю книгу, допустим, какого-то американского писателя, я реально проникаюсь мировоззрением людей и понимаю, да, что вообще-то очень много схожестей есть и между нами, но в то же время есть, конечно, и много различий. И вот интересно эти тонкости подмечать, как, ну, вообще, да, в целом, как общество строилось, к чему это приводило и так далее. Это не экскурс в историю, а это больше про такие, наверное, философские изречения какие-то. Также я предпочитаю современную зарубежную прозу, к сожалению, опять же, зарубежную. Я к русским авторам не особо питаю теплых чувств. Не знаю, с чем это связано. Что я читал? Я читал Достоевского, вот недавно купил Гончарова. А, ну, вот недавно тоже я читал Тургенева «Отцы и дети». И, наверное, на этом все. Ну, может быть, что-то еще есть, но я, конечно, не фанат. А, еще Чехов, вот, точно Чехов. Кстати, сборник рассказов довольно-таки классно написан. Хотя я уверен, что в скором времени я все-таки доберусь до русской классики и тоже буду с радостью погружаться в мир отечественной литературы. Помимо современной зарубежной прозы, это, конечно, жанр детективов и триллеров. Я не злоупотребляю чтением данных жанров, но все-таки у меня есть какие-то книги, например, вот серия книг, точнее цикл книг о Харри Холле. Это автор ЮНЕСБО. И, конечно, это просто потрясающий цикл детективный. Других детективов я, вообще-то, таких ярко выраженных не читал. Это Агата Кристи «Убийство в Восточном Экспрессе». Что с речью? Агата Кристи «Убийство в Восточном Экспрессе». Нет, не здесь. И еще у меня есть сборник Артура Конана Дойля «Шерлок Холмс». Там все произведения собраны в одной вот такой вот книге. Я не знаю, тут, наверное, не видно, но она вот у меня тут рядом стоит. Но я еще, к сожалению, не добрался, ни одного произведения не прочитал. Хотя очень хотел это сделать. Если в «Детективах» у меня явный лидер ЮНЕСБО, то в триллерах, которых я тоже немного читаю, у меня тоже есть явный фаворит. Это Джон Марс. На данный момент у меня собраны все книги, которые у него изданы в России. Это «Пассажиры», «Единственный», «Добрая самаритянка» и «Тьма между нами». Последняя книга. И еще два направления литературы, которые мне интересно читать. Это «Философия» и «Медицина». Я не могу сказать, что я прям сильно углубляюсь в это, но мне интересно это читать. Хотя философию, наверное, мне интереснее читать больше все-таки в прозе. Смотреть на философские измышления именно в художественной оболочке. А вот «Медицина», хотя опять же, да, с «Медициной» такая же история, это все-таки художественное больше оформление. Но, например, если взять книгу Генри Марша, которую я прям совсем недавно прочитал, эта книга называется «Не навреди», то там довольно-таки подробно описаны тонкости работы нейрохирурга. То есть ты реально там узнаешь что-то новое о строении своего тела. Вот примерно в таком стиле мне нравятся как раз-таки книги о медицине. Итак, в завершении давайте поговорим, я вам просто коротко назову своих любимых авторов. Из современных авторов, как вы уже поняли, это Юнезбио, Джон Марс, Маркус Зусак, Фредерик Бакман. Он, наверное, это вот самые такие лидеры моего топа современных авторов. Я советую особенно Зусака и Бакмана всем книги прочитать. Они просто классные. Хотя, кстати, Маркус Зусак, он стал довольно-таки популярным автором у нас, но у него ведь не так много книг на самом деле. Я сейчас точно не помню, но, по-моему, у него всего шесть книг. И то регулярно издаются, и те книги, которые можно у него купить, это только две. Это «Глиняный мост» и «Книжный вор». «Глиняный мост», кстати, книга очень классная, я его тоже прочитал. Несмотря на широкий успех книги «Книжный вор», «Глиняный мост» тоже книга, достойная прочтения. Так вот, у Зусака, у него есть еще книга... Нет, не буду сейчас обманывать. Я недавно совсем читал библиографию его, но запамятовал. Не скажу вам точно, какие названия. Там есть что-то одно, что-то типа «Подпёсок» или как-то так. «Андердог», в общем, на английском языке называется, но на русском не вспомню. Что-то там вот такое. И давайте кратко пробежимся по авторам моего личного топа из зарубежных классиков. На первом месте 100% находится Эрих Мария Ремарк. Конечно, планирую я собрать все его книги, вообще всю библиотеку полностью. Но не могу сказать, когда я это сделаю, хотя, ну, наверное, процентов 30 книг у меня собрано. Хотя, может быть, уже и больше. Ну, у меня вообще прилично. Около 10 книг его. И почти все, кстати, я уже прочитал. Следующий зарубежный автор — это Виктор Гюго. Тоже меня покорил своими книгами. Хотя я их прочитал всего две. Но уже с уверенностью говорю, что это один из любимых авторов. Его книги пропитаны исторической ноткой небольшой. Но это, знаете, не сильно вгоняет в тоску. Вы двигаетесь по тексту, и вот эти исторические вкрапления очень к месту. Я прочитал у него «Отверженные» и «Человек, который смеется». И обе книги оставили приятное ощущение от прочтения. Конечно, не от сюжета, а от мастерства автора. Следующий автор — это Джон Стейнбэк. С ним у меня уже довольно хорошее знакомство. Это «Гроздья гнева к востоку от Эдема». Плюс повесть о мышах и людях. Вроде пока все, но у меня уже есть наперед книги на чтение Джона Стейнбэка. Так что это точно очень классный автор. Если вы смотрели предыдущее видео очень хорошо и внимательно, если не посмотрели, обязательно переходите и смотрите его. Так вот, если вы внимательно смотрели прошлое видео, то вы должны были обратить внимание, что одним из моих любимых зарубежных классиков является Франц Кавка. Я уже говорил о том, что он пишет в жанре, писал точнее, в жанре литературы абсурда. И, конечно, Франц Кавка тоже является одним из самых ярких представителей классической зарубежной литературы. И также в этот топ авторов зарубежной классической литературы я бы, наверное, добавил Драйзера. Хотя я еще не так много книг у него прочитал. По-моему, это всего две. Это был «Финансист» трилогия желаний. Только одну из трех прочитал. И еще я прочитал у него «Американскую трагедию». И, конечно, «Американская трагедия» — это трагедия, которая просто невероятная. Я читал там такой сюжет. Ну, очень круто. Эта книга вошла в топ 2021 года. Ну и вообще, она, наверное, одна из самых крутых книг, которые я читал. Ну и на этой ноте мы будем с вами на сегодня прощаться. Надеюсь, вам было интересно посмотреть. Может быть, вы получили какую-то полезную информацию для себя. Я очень на это надеюсь. Также мне будет очень интересно, если вы дадите тоже какие-то свои советы. Или просто поделитесь, да, своими любимыми авторами, любимыми жанрами. Какие книги вы любите больше читать там в твердом переплете, аудиокниги слушать и так далее. Не забывайте поставить этому видео лайк, написать комментарий, сделать подписку на канал. Ну и спасибо вам за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok